Миш, я хочу, чтобы ты назвал мне самый популярный роман писателя по фамилии Фо. Фо? Стыдно признаться, я такого не знаю. А это на самом деле Даниэль Дефо. Да, оказывается, при рождении он получил фамилию Фо, но такая фамилия выдавала его происхождение из простонародья. Тогда он добавил себе вот эту вот частицу Д, получилось Дефо, выдумал себе даже какую-то биографию, которая его устраивала, и таким образом связал себя с аристократическими кланами. Но если это Даниэль Дефо, то теперь назвать его самый популярный роман совсем несложно. Позволю себе даже привести его полное название. Итак, жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Круза, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устьев реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим. Представляете, человек приходит в книжную лавку и вот просит такое. И спрашивает такое. Ну, если он владеет техниками запоминания, то наверняка он может воспроизвести такое название. В этом году исполняется ровно 300 лет с момента выхода в Лондоне первого издания этой самой книги. Об этом издании, об авторе, о судьбе книги мы поговорим сегодня с нашей гостью, ведущим библиотекарем отдела литературы на иностранных языках библиотеки имени Маяковского Юлией Клементьевой. Юлия, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро, Юлия. Ну, известно, что Даниэль Дефо занимался не только литературным творчеством. Много чем. Да, много чем. Вплоть до торговли чулками. Бизнесмен. В общем, он был. Да, да, да. А как вдруг проявился его литературный дар? Ну, я бы хотела начать с того, что биография Дефо, она настолько интересна и настолько разнообразна, что я бы на его месте даже не видела необходимости что-то выдумывать для того, чтобы ее приукрасить. Потому что, несмотря на то, что он вышел не из самого богатого сословия, он получил очень хорошее богословское образование, но священником решил не становиться. Он был очень богатый опыт путешествий по Европе, по земному шару. Для Англии того времени это было характерно. Мы помним, что это колонизаторская держава. Плавали, путешествовали очень много. И у Дефо была активная политическая позиция. Робинзон Крузо был написан в 50... Когда Дефо было 59 лет. До этого он был широко известен как автор политической сатиры и политических памфлетов. То есть писать он начал достаточно рано, но именно к роману пришел в 59 лет. Да. Авторству Дефо принадлежит в районе 500 произведений. То есть то, что мы знаем Дефо как автора Робинзона Крузо, и то, что на его надгробии высечена Даниэль Дефо, автор Робинзона Крузо, это только малая часть его творчества, его биографии. Но тем не менее самая популярная часть его творчества... Сразу ли роман стал популярным и как скоро завоевал мир? Да. Причем Дефо предвидел эту популярность. И поэтому роман был сознательно выпущен не под авторством Дефо. Потому что он боялся, что его репутация как политического и экономического журналиста может повредить на начальных этапах. Поэтому роман был выпущен как путевые заметки реальные, вот этого реального моряка, который оказался на необитаемом острове. И Дефо считается основоположником того, что мы понимаем под романом вообще сейчас. В Робинзоне Крузо он соединил документальный, описательный жанр путевых заметок морских, которые были тогда, помним, колонизаторская держава, очень популярны и актуальны, и классические романтические произведения. То есть описательная документальная точность, которая дает ощущение присутствия реальности происходящего, плюс какие-то интересные диалоги, описания. И мы получили роман, который действительно интересный и познавательный до сих пор. И сюжет, захватывающий в него. Я прочел Робинзона Крузо в глубоком детстве, и я помню, что у меня не вызывал сложности текст, который я читал. Между прочим, это все-таки начало 18 века. Или это была адаптация, то, что я читал? Изначально Дефо ориентировался на простоту повествования, которая именно является стилизацией вот под эти путевые заметки описания путешествий. Сознательно он уходит от всяких художественных украшательств, которые были характерны. Это сложных слов. То есть у Дефо солнце восходит не в лазоревой дымке, а в 6 часов 37 минут. Известно, что первым переводчиком был Лев Толстой, Робинзона Крузо. Кто потом еще делал переводы? И вот тот самый перевод, который мы сейчас в детстве читаем, читали или сейчас читают дети, это чей перевод? Да, самый известный нам перевод, это перевод Корнея Чуковского. Он довольно прост, не только за счет того, что изначально оригинал написан просто, но и за счет того, что под влиянием времени, под влиянием цензуры, Чуковский был вынужден убрать из романа все упоминания о Боге, потому что роман, он в том числе, кроме прочего, он был еще и теологический. То есть это роман о поисках Бога, о диалоге человека с Богом в процессе выживания, когда он находится в трудных условиях. И Чуковский был вынужден вымороть всю вот эту вот, ну, естественно, всю вот эту теологию, оставив, по сути, только повествование голые факты, убрав всю вот философскую религиозную подоплеку. Юлия, последний, наверное, вопрос, касающийся библиотеки Маяковского. Можно ли найти там тексты Робинзона Круза на языке оригинала, и человеку, который не является носителем или не владеет совершенствием английским языком, насколько сложно эти тексты воспринимать были? Я бы рекомендовала Робинзона Круза именно в оригинале, потому что, как мы уже упоминали в переводе, это немножечко не та книга, которая была написана Дефо 300 лет назад, и в библиотеке Маяковского, и в переводе, и в оригинале, безусловно, вы найдете произведение Дефо, которое вы сможете взять на дом и прочитать. Спасибо большое. Спасибо большое, Юлия.